Всем привет, я Адонис. Мы продолжаем проходить Вешние Миры. Сейчас мы занимаемся заданием Эли. Она вздумала нагреть своих родителей, которых надо бы нагреть. Те еще сволочи. Но сначала мы распределим навыки. На основу уровень. И будем улучшать общение. Убеждение немножко подкачаем. Вот так вот. Сейчас 90 у нас получается. И ложь. Пущай. Я поначалу думал, что достаточно что-то одно прокачивать из этих трех. То есть либо убеждение, либо ложь, либо запугивание. Нет, надо и то, и другое, и третье. Поэтому будем все прокачивать. Ну вот так вот достаточно. Запугивание сейчас робот помогает. Ну надо напарников брать, в зависимости от задания. Сейчас неплохо. 90, 82, 90. Это шикарно. Так, дневник. Крестовый поход в ад. Найдите отделение страхового агентства. По мнению Эли, если кто-то и должен получать выгоду от ее мнимой гибели, так это она сама. Найдите в Византии отделение страховой группы Великий Алкион, чтобы все устроить. Ну что, пойдем, хлопцы. Где это здесь? Быстрый телепорт не буду использовать. Я тут не нагулялся еще. Тут какие красивые улицы. Сэм, ты что, снова решил убраться у меня в каюте? Внутри мне ничего не смогла найти. Приказ пользователя убраться у меня в каюте обработан и давален в очередь. Пожалуйста, ответьте согласием, чтобы подтвердить запрос. Стой! Я же так что разложила все по местам. Спасибо, запрос подтвержден. На следующем корабле попрошу каюту с замком. Ох уж это, Сэм. Его представление о том, как вещи лежат на местах, не совпадает с тем, как это представляет Элли. Найдено поместье? Интересно, зачем так коробки с битами разбросаны? Вот чем занимаются богатые горожане. Стоит и смотрит на эту речку вонючку. Прямо высматривает что-то там. Такие зловещие красные эти лампочки. Водил Пикчис. Сколько раз ты смотрела Ужас на Монархи? После пятого просмотра Ужас на Монархи теряет эстроту. Теперь я без ума от Тит Андродика. Вот это не стареющий шедевр. Тит Андродик? Не стареющий шедевр про то, как два автоматона шляется? Шоется без дела? Так, я попрошу. В этих автоматонах больше души, чем в любом дешевом актеришке из своих сериалов. Хе-хе, вот так спор. А делал пикчерс. Тут мы снимались. Думаю, мы можем согласиться, что Мэверик Джонсон лучший режиссер в Океоне. С этим не спорю. Но только потому, что в фюрвизорной индустрии Океона очень мало хороших режиссеров. О, закон прости. А как же Санта-Колониста? Я ведь Джонсон снимал. Джонсон не снимал Санта-Колониста. Там просто использовали его имя и некоторые решения. Кинолюбы. Какие здесь высокие стены. За ними ничего не видно. Служба доставки посылок Океона. Хм, почта? Предлагаю вот что. Мы готовы удовлетворить вашу просьбу изменить шрифт в договорах. Если вы удовлетворите нашу, измените ландшафтный дизайн вокруг вашего здания. Несите договор пункт о проведении еженедельных турниров по бриджу и ударим по рукам. Вы буквально припираете мяг стенки, мой дорогой друг. Такая же работа, уважаемый. Хм, че-то сидора 30, крепкий сидор для крепких орешков. Ого, оттина, это жрецов. Хм, хм, хм. У меня есть один знакомый, который знает человека, который работает в Dion Pictures. Так вот, говорят, они нашли актёр на главную роль в новом фильме. Это второй язык, как бритва, да? Слышала студии, придётся выписывать его в титрах как сценариста. Не представляю, как это всё оформлять. Ну, текст уже принадлежит Адиону. Им теперь главное остальные персонажи до того же уровня довести. Это про меня говорят, стопудово. Хе-хе-хе. Рококкос. Кафе закрыто. Так, это здесь. Серьёзная охрана. Высоконадёжная почтовая система страховой группы Великий Алкеон. Торговая марка. Единственное письмо в этом почтовом ящике адресовано филиалу страховой группы Великий Алкеон. Фолбрук, инопланете Монарх. Как я понимаю, мы отправляемся в Фолбрук. Окей. Ну, неплохо будет сменить обстановку. Что ж, полетели отсюда ещё. Пройдёмся немножко. Кетчуп от тёти Клео. Натуральный вегетарианский продукт. Приготовленный вручную. Не содержит ничего. Товары даже лучше натуральных. Там новый корабль. Причём он совсем не похож на грузовики корпораций. И чтобы он здесь делал? И как он получил разрешение на посадку? Похоже, у нас всё-таки случится что-то интересное. Хе-хе-хе. Это наш кораблик. Красавец. Это... Интересно, а если бы смогла доплюнуть вон до... того автоматона? Себя накажут. Не. Я всё на тебя свалю. Проблема на тебя. Посмотрите, это же двигатели, да? Получается. Разноцветные. Вот бы сюда шёл штурмовой крейсер в правлении земли. Шутишь, что ли? Он сюда просто не влезет. А ты откуда знаешь? Ты же их никогда не видела. Ну да, и ты тоже. Хообще никто из моих знакомых не видел. Быстро как обнуляется. А по идее, обычно новый диалог появляется, когда ты проходишь, перезагружаешь локацию заново и заходишь. А тут просто отходишь на пять метров, заново подходишь и уже слышишь её. Так, нам на Монарх, да? Кажется, я слышу, как Феликс и Порвати обсуждает новый сериал Эфирвизора. Пойдём посмотрим. Феликс, держись, сейчас такое расскажу. Годай, кто стал злодеем в последнем эфире Вирджиния Янг, следствие идёт девушка. Мистер Борти Холком, топ-самый тазболист. Это как бы в эпизоде с Рут Беллами, да? Хотел же его посмотреть. Всё, бухаешь. Ладно, полетели. Зареза. Сэм, просто великолепен. Обожаю, когда в треме чисто. Он у тебя надраивает, да? Адочка. Монарх. Как там, интересно, монархи дела идут? Интересно будет пообщаться сейчас. Стеллар Бэй. Капитан, мы находимся прямо над Стеллар Бэй. Как всегда вопрос, кого взять. Ну, мне нравится. А, нам Элли нужна аж по-любому. Ну и Сэм. Сэм хорош. Хорошо показатели улучшает. Так, и что-то изменилось. А мы сюда прилетали вообще? Именно в эту точку. Чуть не припомню. Так, нет, нет, нет. Я выжил. Да ладно. Я четыре чешка не увидел, где спускаться. Да ладно. А может, вы друзьям своим посоветуйте-то садиться, а-то тут совсем тихо. Да, я тоже впервые тут сел. Но, сожалению, все мои друзья вместе со мной летают. К сожалению для него. Надо с Сен-Жару зайти. А что бармен говорит? Позже вам чем-нибудь помочь еще? Нет. Ничего не говорит. Сломанный бармен. Ну как тут дела, ребята? Вольно. Должен поблагодарить тебя за совет и обратить внимание на Зору. Она настоящий профессионал. Чем могу помочь? Как выживает Стеллар Бэй? Должен сказать, весьма неплохо. Зора действительно оказалась очень способной. Видел бы ты, как она стучит кулаком по столу и переходит прямо к делу? Совещание получается увлекательнейшее? У меня были некоторые сомнения, но интуиция тебя не подвела. Зора и ее сторонники стали весьма ценными членами нашего маленького сообщества. Мы снова пользуемся расположением коллегии, и мы можем смотреть в будущее с уверенностью. Чем могу помочь? Короче, идеально все сделал. Вот тут я не профокапил ничего, я уверен. Все супер вышло. Монарх теперь самое классное место во всей галактике. Ну, по крайней мере, в системе. А где Зора-то сама? А, ну она с иконоборцами, наверное. Ну, прекрасно, я доволен. Так, куда нам надо? Нам надо в Фолбрук. Полетели. Мортимер Белл. Запомните, соцсет у Терри не несет ответственности за утрату имущества на территории Фолбрука. Я здесь, чтобы помочь вам удовлетворить все потребности, но не помочь с утраченными вещами. Бедолага, стал, так и смотрит в угол. Ладно, может, моя идея не была настолько уж надежной. Мелся изъян в системе доставки. Не переживайте, в следующий раз все будет лучше. А где Мик? Перестал подмигивать. Я тучила двумя хуками. А что за имидданс? Что-то я не помню. Прошу прощения, неужели вы не видите, что я гуляю? У него такая же раскраска губ, как вообще глаз, как той девушке, которая модница. Не помню, как ее зовут. Не похоже, что вы гуляете. Физически нет, конечно. Но разум мой был в других галактиках. Это совершенно иное дело, уверяю вас. Вскоре я отправлюсь туда. Уже с помощью ног. Куда? Я не до конца решил сейчас не. Думаю, мне бы хотелось наведаться в Тартар. Если он, конечно, останется за щитом моего потрясающего воображения. Ладно, продолжайте. Он с Византией, скорее всего. Картура сегодня видел? Тоже было. А, это девушка. Похоже, мы на месте. Ты готов забрать мои деньги? Так, она приготовится. Она очень быстро говорит. Так, прочищаем рот. Налайд настраиваем губы, язык. Я готов. Так, так, вы ведь просто эталон крепкого здоровья и правильного принятия решений. Тем не менее, мы не можем постоянно принимать только правильное решение. Подумайте насчет страховки от ошибок. Пожалуйста, обратите внимание, что для выплат в рамках этой страховки вам придется подробно описать свою ошибку перед жюри, состоящим из ваших родственников старше 65 лет. Обратите внимание, что это введет к ничтожности параграфа про конфиденциальность и достоинство. Хуха дела. Мне нужно изменить выгодополучателя страховки Мэрилин Хэнфилд. О, я ее помню. Это молодая светская львица, которая сломала шею, да? Конечно, меня никто не помнит из-за убитых мародеров или украденных битов. Как же иначе? Та выплата была правомочной. Наши лучшие дознаватели смогли найти повода для отказа. Вот как, что еще можете мне рассказать? Вы серьезны? Мы подробно все обсуждали с родителями. У них было множество историй, живописавших неуклюжесть и капризность дочери. Эй, это все выдумки. Более того, случай вызвал появление целого ряда страховок, связанных с модой. Очень большой рынок. Так как изменить условия? Это невозможно, конечно. Только мисс Фенхелл может назначить выгодополучателей страховки, а она мертва. Если мы позволим это делать друзьям, родственникам и знакомым, люди постоянно будут так поступать. Представьте, какой ужасный объем бумажной работы. Ну, второй вариант. Если она жива, так и выплаты же не будет. Выплата за то, что она умерла именно. Страховка же за это выплачивается. Я что-то не понимаю. Ладно, но как можно было бы это изменить? А, вы про гипотетическую возможность. Ну, гипотетически. Вы могли бы воспользоваться терминалом в нашем служебном помещении. Там хранятся данные обо всех выгодных страховках. И вы могли бы гипотетически добавить на выгодополучателя. Но вы не станете этого делать, конечно. Это было бы мошенничеством. Конечно, не станем. О, можно запугать. Запугивание. Вы сделайте, иначе произойдет ваш собственный страховой случай. Пожалуйста, нет, моя страховка покрывает только порезы бумагой и туннельный синдром. Ладно, я все сделаю, но потом вам придется уйти. Подобные конфронтации повышают мои премиальные. Мне нужно знать имя нового выгодополучателя. Эли Фенхелл. Как скажете, эти же начнут поступать на новую учетную запись в начале месяца. Надеюсь, что мисс Фенхелл будет рада внезапному богатству. Еще бы. Только родители не рады внезапному банкротству. Пока это все. Нам надо поговорить. Давай. У тебя получилось. Через пару лет я буду купаться в деньгах. Как легко все получилось с этой страховой компанией. Даже невероятно. Обычно они очень цепляются за свои деньги. Никому не отдают. Без суда. Поздравляю, Элли. Это твоя заслуга. От меня требовалось только быть живой. Я просто рада, что родители больше не смог наживаться на жуткую историю, которую они сочинили. Может, теперь они вернутся к нормальной работе? Что ты собираешься делать со своим богатством? Эй, наше праздник. Ты хочешь, чтобы я сейчас думал о будущем? Почему бы и нет? Может, и не заметил, но тут даже взятка может попасть не в тот карман. Какой смысл вообще что-то планировать? Вот из-за такого отношения колонии катится в задницу. Вот из-за такого отношения колонии катится в задницу. Не хочу тебя расстраивать, но Улки он уже в ней. Ладно, хватит об этом. Ты выполнил за меня работу. Так что вот твоя плата. Спасибо, конечно, но я сделал это не ради денег. Не говори ерунды. Уверен, даже тебе иногда нужны деньги. Зачем еще так стараться? Так, что выбрать? Мы с тобой друзья или мы с тобой экипаж? То и то прикольно звучит. Скажем так, как бы сказал капитан корабля класса светлячок Сиренити. Мы с тобой один экипаж. Это значит, что мы должны прикрывать друг друга. Я всегда думала, что это значит, что мы должны привыкнуть к запаху наших грязных носков. Ты явно смотришь на вещи оптимистичнее. Дружба это важно. Ради чего мы сражаемся, если не ради тех, кого любим? Так и не надо сентиментальности. Но, пожалуй, в этом что-то есть. Наверное, стоит время от времени прикрывать кому-нибудь спину, чтобы однажды этот человек прикрыл тебя. Так что возьми деньги. Кто-то из нас двоих должен думать о твоих интересах. Проницательность. Не хочешь быть у меня в долгу? Ничего личного. Это единственное, что могу с натяжкой назвать своим кодексом чести. Ладно, хватит сисюкаться. Я хочу поговорить о другом. Ты что-то хотел? Нет? Ты смотри, еще один уровень. Только был недавно. Вау. Окей, окей. Так. Способность новая. Ммм, навыки. Так, очнем. Запугивание. Пущай. 60 будет базовое. Убеждение. Ну, так вот. Ну, ладно. И в ложь тоже. Впихнем. Вот так вот. Одно очко остается. Запугивание я перекачал немножко. 96. Ну, ладно. Так, какую способность выберем? Так, мастер броник. Повышает показатели брони и бонусы к навыкам от надетой брони. Это интересно. Бонусы к навыкам? Это очень хорошо. Так, Элли. Сэм. Сэма можно качнуть. А, вот эта штука. Когда напарни получают урон, его броня ненадолго усиливается. Эффект накапливается до трех раз. Так, что-то я не вижу увеличения способностей брони. Может, повысилось? Убеждение теперь 102. Было, по-моему, меньше. Хорошая шляпа плюс 14 теперь. Так, секундочку. А тут написано. Плюс 7. То есть... А, тут показано одно. А на самом деле оно больше дает. Вот, решительность плюс 7. Броня дает. Да, тут 14. Два раза больше. Нифига себе. Это очень круто. Это прям супер круто. Нравится. Так, для Сэма мы никого задания не выполняли. Ну, сразу когда, чтобы его оживить, мы выполняли, видимо, это и считается. Вы, наверное, вернулись за нашей страховкой воля всех архитектора. Обратите внимание, что для получения выплат в рамках этой страховки необходимо предоставить доказательства существования божества и его вины в ваших заключениях. Офигенно просто Миленько тут Вот эта музыка Создает абсолютно такую же атмосферу Как в сериале Светлячок Нужно поискать броню Побегаю по пустошам Поищу врагов с броней И отожму ее Так, вот Восстановленный костюм шахтера Броня мародера написана Это подойдет интересно? И головной убор тоже требуется Так, шлем мародера, кстати Броня мародера Вот Проверим А, и у коноборцев Можно к ним зайти Купить броню Оценка уровня беспорядка Полный и тотальный хаос Что есть такое в этом месте Что я начинаю себе казаться Совершенно нормальный Да? Тебе тут так нравится? А, на фоне этого Это нормальное Понятно Так, а что нам Зора-то скажет? Ну, а теперь не в медицинском отделении, наверное А в командном центре То есть в баре Нет? А где она? Интересно Блин, а у них не придается броня Иконоборцев Не так просто будет Кстати, непонятно где Зора То есть ее тут нету В иконоборцев на базе Убивать иконоборцев Я не могу, как бы А что это такое? Нажму-ка Что я сделал? Что-то переключил Ладно Там небось Это какой-нибудь В конце карты Взрыв произошел Безумный городок Совсем не изменился Что было залито кровью Снова станет чистым Ты направь у вас вечная истина Ну ты такая, что мне не нравится религиозность у них Добро пожаловать в торговый центр Я бронсон Торговый центр? Торговый центр значит Посмотрим, что у тебя есть Так броня иконоборцев мне нужна Шляпа как у крокодила Данди прямо Круто Вот Легкая Повседневная одежда Космика Это то, что надо Покупаем Вот, шлем иконоборца Кстати У меня такого не было А шлем иконоборца у меня есть Кстати И одежда космиков у меня была Шлем космиков есть То есть у меня осталась Осталась броня Иконоборцев Вот, костюм бутующего иконоборца Все У меня вся одежда есть Все дешево стоит так Можно лететь отсюда Это казалось проще, чем я думал Член экипажа Эли и Макс О чем-то разгоряченно спорят на кухне Окей Макс Максимилиан Викарий Вики Да С тобой уже не так весело Это уже было, кстати Повторяйтесь, ребята На ТРУ-2 Так Эли Не, ну Эли все равно прикольно Тех же я ставим Вот этот плакат Чисто в стиле футурамы Бутик жолики Так, оденемся сразу Шлем иконоборцев Броня иконоборцев Где там она? Самая дорогая вещь оказалась Она, кстати, неплохая Красота А чего мне нравится эта скульптура? Это модель планетарной системы И ты каждый раз так говоришь? Фу, ага, странная она Я всегда казался, что Византия Центр Алкеона Это образное выражение Ну да, я в курсе Приятно, что помещение Не подгружается, а сразу открывается Боже, какие жуткие линии Этот дизайн без всякой жалости Оскорбляет чувства И шокирует разум Я в восторге Осталось еще два наряда Мне уже не терпится на них посмотреть Надеюсь, это будет нечто эпатажное Хм-хм-хм-хм-хм Ну что, перевоплощаемся? Одежда космика Стильно выглядит Вот Шлем космиков Ты моя звезда Давай, расправка плечи Руку на бедро Приподними одну бровь Да Великолепно Мое сердце трепещет Остался последний наряд Пожалуйста, поторопись Птица вдохновение уже расправила крылья Ну что ж Не будем тянуть Одежда мародера Что за гротестный вид Так и знала, что сериал освещает образ мародеров В жизни эта броня смотрится куда отвратительнее О да, вот оно, решено Я знаю, что мы с тобой сделаем Это будет фурор Мы назовем этот стиль Варварский шик Нахальная самоуверенность покорителя космоса Незамутненная высокомерия коноборца Отдающая мускусом жестокость мародера А гвоздем программы будет Кожа чудовища Одна часть хитина-жукоматки Три части шкуры сбоку раптидона И, ну скажем, восемь полос меха пиробытных Нет, лучше десять Я все сделаю Я знаю, что ты меня не подведешь, милый Окей, окей, окей Так, три куска шкуры сбоку раптидона Хороша хоть не задница Соберите хитин и что-то там еще Ладно, это потом уже Блин, колесик иногда докручивается Уже говорил, наверное, про это Минус мышки Вообще, колесико хорошее найти Оказалось, проблема Во многих мышках современных Я раньше не обращал внимания Но у многих какие-то колесики странные Где слишь? Обожаю Византии Где еще увидишь настоящее искусство? Культуру? Рабочие туалеты? Это уже было Так, что тут у нас? Основное задание будем делать А, вот, задание Смотрите, пенсионный район Используйте пароль Гортензии Чтобы получить доступ к программе Через терминал Давай Так, где это? Куда это надо? Ага, где-то снизу там Окей Так вот, во многих современных мышках Колесики какие-то Либо легко крутятся Либо где-то Само колесико докручивается Срабатывает Куча багов бывает Та же мышка Logitech G Pro Wireless Одна из лучших Не лучшая Современная В ней куча была брака В ней куча была брака тоже Почему здесь никогда не бывает ничего интересного? Сэм, ты что? Ты постерял мою одежду? Ответ утвердительный Я теперь похожа на работника банка Или стоматолога Запрос на очистку зубов обработан Запланировано удаление налета пробной версии зубной нити Перчинка Когда будем выбрасывать мусор на свалку Я тебя сбагрю Это последнее Наконец-то Не кажется ли на самом деле В последнее время Все больше пяти аэров Не кажется На последнем месте Я тут пашу Как на заводе Ну, парой стаканчиков Можно что угодно исправить Пошли Давай загубим парочку Не получится Там закрыто Кто-то заметил шпрессу И бежит Эра тоже выходит Черт Во что город Превращается Так Вот этот терминал Вот мы тут У меня пропуски есть Прекрасно Разблокирует дверь Разблокирует дверь Так Теперь А вы тут уже стоите Нас же не пустят Зараза Не идут пить Ты смотри-ка Пропустили Добро пожаловать Центр досрочного выхода На пенсию Алкион Холдингс Вам выпала редкая честь Провести остаток Своей жизни В отдельном Роскошном районе Византия После прибытия Вас проводят Личный пентхаус Обставленный Исключительно мебелью Из элитной коллекции Фальшвуд От компании Мебель 24 на 7 Требуется сборка Мебель 24 на 7 Несет ответственность Из полученной В процессе сборки Физические И психологические Травмы А также Поданные Иски О разводе Затем У вас будет Время Исследовать Свой новый дом Почему бы не перекусить В одном из наших Многочисленных Ресторанов Например Вас всегда ждут Барбекю Дикий Шишкать От Си-Н-Пи И в мире Мюсли От Риццо Или может быть Вы предпочтите Заглянуть в бар И насладиться Холодным Нульгравым пивом От просто космоса Нульгравое пиво То что доктор Провисал Хотя разумеется При жизни В нашем районе Никакой доктор Не нужен Все вышеперечисленное И многое другое Предоставляется Корпорация Алкион Холдингс Безвозмездно На все время Ваше проживание В районе Вам не придется Потратить Ни единого бита Так что Расслабьтесь Выберите освежающий Напиток В одном из наших Автоматов И наслаждайтесь Временем Проведенном Специально построенном Приветственном центре Пока вы здесь Не забудьте взглянуть На экраны С любопытными фактами О нашей программе До срочного выхода На пенсию И о том Как выбирается Когда будете готовы Просто водите лифт В дальнем конце зала И все ваши заботы Останутся позади Пора ставить Старую жизнь Позади Пора Досрочно выйти На пенсию Поздравляем Добро пожаловать Центр досрочного Выхода на пенсию Алкион Холдингс А Повторяется Забавные факты О досрочном выходе На пенсию Два Так может тут Сначала один есть Да вот Вам повезло Каждый месяц Сотни тысяч рабочих Участвует в программе По досрочному выходу На пенсию В системе Алкиона В эти числа Входят не только Рабочие стеры 2 Но также обитатели Перепроходца И Гефеста После отсеивания Нежелательных И недостаточно Квалифицированных Кандидатов Всего 2,3% Участников Выбирается Для досрочного Выхода на пенсию Надеемся Вы похвастаетесь Перед соседями До отъезда Вот он Способ преодолеть Любые трудности А вы в курсе? Программа До срочного выхода На пенсию Наиболее Передавая И точная Лотерейная система Во всей галактике Как она работает? Имена кандидатов Печатаются На пластиковых шариках Тысячи пластиковых Шариков Помещаются В турболохотрон Команда Продвинутых Автоматонов Случайным образом Воздействует На шкивы Шарики Направляются Через турболохотрон В трубу Рассортировщика Затем шарики Выбрасываются В специальную Точностную матрицу Первый шарик Который совпадет С центром Точностной матрицы Указывает на победителя Используя этот метод Корпорация Алкион Холдингс Гарантирует Что все выходящие На пенсию досрочно Убираются С минимальной Предвзятостью и ущербом Вот так вот Все не будем читать Что-то тут не чисто На этом серия заканчивается Всем, кто смотрел Благодарствую До встречи Some assembly required 24-7 furniture Is not responsible For any injury Psychological damage Or divorce litigations That occur During the assembly process Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok